С грифом рассекречено. Здесь сотни документов. В Государственном архиве социально-политической истории о том, как жил Куйбышев в первые дни эвакуации, сухим языком рассказывают отчеты справки указа правительства. К концу октября 41-го, когда город стал убежищем для заводов, госпиталей столичных артистов и иностранных дипломатов, жителей направляли на строительство оборонительных рубежей. В документе значится, необходимо мобилизовать 3000 человек местного населения, 550 лошадей с извозчиками, 100 тракторов и 20 машин. В этих двух строчках подвиг тружеников тыла Красноярского района. Мужчины-то были бы либо на производстве, либо на фронте. Женщины очень много было, детей, стариков. Эвакуировали всю, как бы могли, гужевую оставшуюся механическую силу в районах. Рыли вот эти окопы, дожи, доты возводили. Не хватало ничего, рабочих рук, инструментов, материалов, порой и продовольствия, там естественный холод, голод. Чтобы не допустить авиабомбежки, Куйбышево на защиту города повсеместно встают зенитные полки. Одновременно здесь начинают строить подземные убежища. Копия постановления от 21 октября 41 года. Сразу после него начинается возведение объектов номер один и номер два. Сейчас они известны как бункер Сталина и тот, что под площадью Куйбышева. Строили их тайно и, согласно документам, были проблемы с доставкой материалов. Песка, Щебня, Гравия. Предназначались эти убежища для руководства ЦК и членов правительства. А между тем в городе все силы были брошены на размещение эвакуированных. Каждый день на станции Куйбышев с поездов сходили сотни человек. Первое время работники заводов жили в палатках около предприятий, занимали производственные помещения. Предоставлялись отдельные квартиры, целые дома для, например, руководства отдельного предприятия, для того же Большого театра. И поэтому куйбышевцев, местное население, либо к ним подселяли, их уплотняли, как тогда говорили, подселяли эвакуированных. Либо выселяли в другие дома на окраине города, а иногда и в сельские районы. Естественно, это очень не нравилось населению. В то сложное время за настроениями куйбышевцев и в целом за обстановкой в городе пристально следили сотрудники госбезопасности. Работы им добавляли и иностранные дипломаты. Среди послов встречались те, кто в эвакуации решил не тратить время впустую. Есть свидетельства, например, что японские дипломаты, они, конечно, активно пытались вести разведку. Они каким-то образом добирались, вот есть упоминания, до даже безымянки, но особо не успели там ничего увидеть. Периодически встречались, могли встретиться где-нибудь на прогулке, вот, и за городом, например. Но, как правило, они все сопровождались сотрудниками госбезопасности и какой-то серьезный контакт с местным селением, он пресекался. О многих событиях жизни Куйбышева 40-х годов в Самарском архиве сведений практически нет. Все потому, что многое тогда решалось в обход областных властей. Чтобы найти информацию о легендарном параде 7 ноября, работникам архива приходилось отправлять запросы своим столичным коллегам. Среди самарских документов о событии, ставшем первым стратегически важным шагом на пути к победе, свидетельствуют лишь несколько фотографий. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, Артем Сулайманов. События.